Дело в том, что на этом месте стояло здание, скажем, довольно ветхое здание, которое, в общем-то, нуждалось либо в сносе, либо в довольно серьезной реконструкции. По большому счету, для того, чтобы создать вот настолько красивый функциональный комплекс, нам мы вынуждены были практически все снести. По большому счету, от предыдущего здания, но мы уже, в общем-то, не увидим, потому что у нас все закрыто керамогранитом, это остались пару стен существующего спортивного зала от предыдущего здания. То, что совсем недавно на этом месте находилось старое ветхое здание, сегодня представить довольно сложно. Перед глазами многофункциональный комплекс – здание инспекции животного и растительного мира. Сегодня для работы представителей ведомства здесь есть все необходимое – от современного административного корпуса до теплых боксов, где будут стоять не только автомобили, но и лодки. Фактически можно сказать, что это новое строительство. Но, опять-таки, одно дело начинать новое строительство в открытом чистом поле, а другое дело, когда необходимо вначале к нему подготовиться, снести старое и построить что-то новое на существующих уже сетях, в том числе и старых сетях инфраструктуры инженерной. Тем не менее, что-то получилось. Я вам хочу сказать, на мой взгляд, это не самый плохой пример именно работы наших предприятий, которые были задействованы в строительстве этого объекта. Объект действительно получился. Реализовать все задуманное смогли специалисты объединения «Брест» облсельстрой. За более чем полувековую историю существования они вышли на строительный рынок как сильная и независимая организация, верная своему кредо «Строим все». Конечно же, основное направление деятельности предприятия – возведение комплексов сельскохозяйственного и перерабатывающего профиля. Имеющийся в «Брест» облсельстрой кадровый потенциал позволяет выполнять практически все виды работ своими силами. Время диктует свои реалии и, по большому счету, зацикливается только на объектах сельскохозяйственного назначения. Ну, в настоящий момент, наверное, это не совсем верно. По этой причине наше предприятие максимально старается расширить спектр возводимых нами объектов. В качестве примера я могу сказать про данную школу. Фактически это объект социальной инфраструктуры, настолько необходимый новому микрорайону, потому что, насколько мы знаем, что близлежащие школы уже просто-напросто перегружены. И детям мало того, что надо учиться, таким надо учиться с комфортом, учиться в современном здании. По этой причине, скажем, мы осваиваем подобные виды деятельности. Новая школа в Юго-Западном микрорайоне станет подарком от Брестоболсельстроя городу к его тысячелетию. К слову, учебное заведение будет одним из самых крупных в регионе. В 2019-м за его парты сядут почти полторы тысячи учащихся. Состоит комплекс из двух элементов – основного корпуса и блока начальных классов. Уже сегодня можно оценить масштаб будущего объекта социальной инфраструктуры. Мы можем наблюдать, как выполняют кровельные работы. Блок В, четыре этажа тоже уже выполнены, 100% вместе с кровельными работами. Осталось два блока, блок начальных классов. Там выполнено три этажа. И работа уже подходит к своему завершению. Если новую школу строителей Брестоболсельстроя завершат в будущем году, то новое здание скорой медицинской помощи уже введено в строй. Этот объект также входит в список подарков тысячелетнему Бресту. За ходом строительных работ брещане наблюдали особенно, потому что была острая необходимость в учреждении. За 10 месяцев на улице Суворова вырос современный комплекс и надземный отапливаемый гараж-стоянка на 12 автомобилей. Проектирование и строительство станции осуществлялось собственными силами подведомственных организаций объединения. Мы благодарны руководству области города за оказанное доверие в строительстве объекта в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города. Благодарны строителям не только пациенты, но и сами медики. Комфортные условия для работы – это возможность лишний раз отдохнуть между выездами, чтобы с новыми силами сражаться за жизнь и здоровье пациентов. Служба была обоснована еще в 1940 году, и мы всегда находились в подсобных помещениях. Впервые за столько лет построено достойное здание, я считаю, что для достойного персонала. Вот, наконец-то, созданы хорошие условия для этой работы. Говоря о трудолюбии наших работников, я хочу отметить возведение станции скорой медицинской помощи, которая была возведена на несколько месяцев раньше, нежели нормативный срок. Именно дню города в качестве нашего подарка городу Бреста. То есть люди с пониманием относятся к той работе, которую они выполняют, к важности тех задач, которые перед ними ставятся. И фактически готовы работать и в выходные дни, и в продленном режиме рабочего времени. По этой причине нам все по плечу. И это только часть объектов, над которыми работали и работают специалисты Бреста, обл. селестроя. Их труд почетен и ответственен, а результаты всегда на виду. Они делают людей по-настоящему счастливыми. Поэтому быть причастным к такой благородной миссии – большая честь и ответственность. Дорогие коллеги, позвольте от лица руководства объединения Бреста-Обл. селестрой поздравить вас с замечательным профессиональным праздником – Днем строителя. Я хочу сказать, что это праздник настоящих специалистов, настоящих людей, настоящих мужчин и женщин, которые, приходя в поле с одной лопатой, уходят с этого поля. Уже не из поля уходят, а уже уходят из целого города, с его инфраструктурой, с домами, с детскими садиками, со школами. Вы создаете мир. Разрешите пожелать вам всего наилучшего, здоровья, благополучия, добра вашим семьям и постоянно растущим и нескончаемым объемом строительно-монтажных работ. С праздником, дорогие коллеги! Анастасия Ноздрин, Платинский, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктове». С праздником, со школами вы создаете мир. Разрешите пожелать вам всего наилучшего, здоровья, благополучия, добра вашим семьям и постоянно растущим и нескончаемым объемом строительно-монтажных работ. С праздником, дорогие коллеги! Анастасия Ноздрин, Платинский, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктове». Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктове».